Ежегодно глава администрации выступает с отчетом о проделанной работе перед собранием представителей. На очередной сессии был заслушан отчет Олега Гусинского о результатах своей деятельности и администрации города. Прошедший 2009 год стал во многом переломным. Во-первых, серьезная работа была проведена в плане увеличения доли собственных доходов в городском бюджете. Кузнецк заработал 460 миллионов рублей. Рост собственных доходов отмечается впервые за долгое время. Как отметил глава администрации, по итогам первого квартала этого года Кузнецк также выполнил поставленную задачу. Бюджет города является социально ориентированным. Это и определило основные направления политики городской власти. На социальную сферу, в консолидированный бюджет был направлен практически почти 72% финансирования, что составляет 140 миллионов рублей. Поэтому это серьезные деньги, серьезное финансирование. В разрезе самой социальной сферы на образование почти 33%, что составляет 340 миллионов рублей. На здравоохранение около 14%, 143 миллиона рублей. На социальную политику около 20%, 202 миллиона рублей и так далее. Было увеличено также финансирование жилищно-коммунальной отрасли, которая получила в прошлом году серьезные вложения в размере 228 миллионов рублей. Кузнецк участвовал в нескольких федеральных программах. По переселению граждан из Ветхого и Аларийного жилья, капитальному ремонту жилого фонда. Есть большие перспективы получить эти деньги в новой, в 2010 году. Так как Пензенску свои лимиты выбрала, но за счет переспределения в Российской Федерации, я думаю, что есть шанс получить деньги Пензенской области и, соответственно, Кузнецк. Соответственно, заявку на это финансирование мы в область отправили. При областной поддержке введен в эксплуатацию Ледовый дворец Арена. Одно из приоритетных направлений – улучшение качества воды в городе. В прошлом году 24 миллиона рублей было изыскано из городского бюджета на продолжение строительства второй очереди Южного водозабора. А в этом году планируется выделить 12 миллионов рублей. Большое внимание было уделено вопросу капитального ремонта дорог. Те приоритеты, которые мы с вами определили в плане развития жилищно-коммунального хозяйства, мы от них вместе в 2009 году не отклонились. Это, как мы иставляли друг другу, капитальный ремонт дорог, и мы действительно этой работой занимались в 2009 году. То есть финансирование пока было в наше городское. Около 17 миллионов денег мы с вами нашли в нашем бюджете. И коллегиально те улицы, которые мы с вами определили, мы капремонт завершили. Все вы помните, и Фабричная, и Осипенко, часть Белинска. В задачи на этот год входит продолжение работ по капитальному ремонту дорог. На эти цели запланировано выделить 40 миллионов рублей. 58 миллионов в прошлом году было направлено на благоустройство. Серьезный объем работ проведен и в этом году. Действительно город навалился, нам действительно удалось серьезную работу провести. Мобилизовать фактически и детей, и студенчество, и молодежь, и чиновников, и промышленные предприятия. Пока менее активная позиция населения. В этом году серьезную поддержку получат коммунальные предприятия. Благодаря включению в федеральную программу 21 миллион рублей будет направлен на укрепление материально-технической базы горкомхоза и других предприятий. Из них 6 миллионов – это городские средства. В прошлом году ставилась задача по снижению в городе уровня безработицы. В результате участия Кузнецка в антикризисных программах были сохранены трудовые коллективы промышленных предприятий. Уровень безработицы сократился на 0,3%. Этот год объявлен в области годом создания новых рабочих мест. Поэтому городской администрации запланирован ряд мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. У нас есть контрольная цифра, которая согласована с правительством Кензенской области. Это создать в 2010 году 3281 рабочее место. То есть по итогам первого квартала этого года мы свои обязательства выполнили, даже перевыполнили план первого квартала, где у нас планировалось создание 700 рабочих мест, мы создали их больше. После смены собственника возобновила свою деятельность предприятие «Кожевник», где создано 43 новых рабочих места. На этот год администрация свою задачу видит в сохранении темпов роста объемов промышленности. Городская власть обеспокоена положением дел на заводе радиоприборов и мебельном комбинате. Сейчас рассматривается вопрос оказания помощи этим некогда градообразующим предприятиям. Результатом системной работы городской межведомственной комиссии по налогам и сборам стало отсутствие задолженности по выплате заработной платы на предприятия города. Администрация заинтересована в поддержке малого и среднего бизнеса при условии активного участия самих предпринимателей во всевозможных программах. Развитие бизнеса может стать одной из составляющих успешной экономики. Выявить все точки роста, которыми располагает город. Это главная задача в рамках разработки плана социально-экономического развития Кузнецка специалистами Плехановской академии из Москвы. Работа уже ведется. В России это первый подобный опыт. Одной из программ Плехановской, просто я напомню, это, безусловно, будет мебель Кузнецка, этот пластер, который мы попросили, что они нам разработали. Потому что у города традиции большие, фактически полгорода занимается мебелью, то легализованная, то нерегализованная. Но задача как бы все это систематизировать и вывести на новое русло развития экономики и инвестиционных технологий. Вот это основная программа, которую фактически Плеханов разработает. В качестве такого положительного примера, что хочется сказать, это строительство в городе заводов производства ламинированных ДФ. Вы прекрасно знаете, что у нас была площадка брошенная, выиграли у нас здесь в Кузнецке. И это радует, что поставлена задача за 2020 годы создать производство, которое будет обслуживать не только Тензенский регион, но и Триворский федеральный област. И создание на первом этапе 45 новых рабочих мест. В прошлом году решался вопрос по сокращению очередности в дошкольные учреждения. Было открыто несколько дополнительных групп при детских садах. В этом году планируется сократить очередность еще на 110 мест. Остро стоял вопрос по выполнению противопожарных мероприятий в социальных учреждениях. На эти цели была выделена значительная часть средств из городского бюджета. Решался и решается вопрос по привлечению медицинских кадров. В этом году здравоохранение получит серьезную поддержку из федерации. Поскольку Кузнецк включен в две федеральные программы по дорожному травматизму и кардиологии. В город поступит уникальное медицинское оборудование. Вдвое увеличено финансирование затрат, связанных с проведением спортивных мероприятий. Решается вопрос по доступности получения полного высшего образования в городе на базе КИУД. Задача наша вместе с вами это действительно в Кузнецке сделать замкнутый цикл высшего образования. То есть с ректором Волчительным я по этому вопросу разговаривал. Политическая поддержка есть. То есть дальше как уже этот вопрос будет решаться, конечно, зависит от всех. В том числе и от нас. Заслушав отчет главы администрации, депутаты выразили свое мнение. Приоритетные направления, которые были отмечены, это благоустройство, ремонт дорог, чистая вода, поддержка социальной сферы. Они идут в системе и выполняются. Да, действительно, было сказано, многое сделано. Хорошо, что мы участвуем в федеральных программах. Это позволяет нам и укрепить нашу базу, базу коммунальных служб, которая тоже давным-давно не укреплялась, не пополнялась. Участие в программе по здравоохранению мы получим оборудование. Но здесь нужно будет нам еще подумать, посмотреть и поддержать идею о строительстве, укреплении базы учреждений образования. Сразу было заметно вхождение в те проблемы, которые существуют перед городом. И основное, с чего он начал, и мы сегодня уже результаты заслужили, это были определены стратегические направления развития города. Олег Сергеевич правильно расставил приоритеты и определил те задачи, которыми мы должны заниматься, как собрание представителей, которыми должна заниматься администрация и лично глава администрации. Поэтому есть положительные двигатели. Однако, по мнению главы администрации и депутатов, предстоит еще работать над рядом вопросов. Это увеличение налогооблагаемой базы, легализация бизнеса и заработной платы, улучшение жилищных условий молодых семей. Освещение других, не менее значимых вопросов вы увидите в следующем выпуске новостей. Продолжение следует...